Сегодня мы приготовим супер шоколадный брауни. Подписывайтесь на мой канал. Просто, вкусно, соленый. Всем привет! Обожаю готовить такую выпечку. Все смешать и в духовку. Мы возьмем яйца, растительное масло, молоко, мука, сахар, какао. И в конце добавим разрыхлитель теста и ванилин. Вбиваем яйца. Вливаем растительное масло. Это 6 столовых ложек. Сюда же молоко. Чем мне нравится этот рецепт? Все очень просто. Замешали, все смешали и в духовку. И готово. Сахар берите по своему вкусу. Я сильно сладкое не люблю. 150 грамм. Как по мне, то достаточно для брауни. Всыпаем муку. Вы можете муку просеять. Но я просеивать не буду. У меня и так все замечательно размешается. Вот так венчиком очень удобно размешивать. А вот какао я просею. Какао более жирное. Если у вас долго стоит какао, то оно может получиться с комочками. Поэтому, конечно, какао лучше просеять. И вот так сюда добавляем какао тоже по вашему вкусу. 3-4 столовые ложки с горкой. Я, конечно, очень люблю какао. Для меня 4 ложки это нормально. Ни в какую. Видите, остались маленькие крупинки. А мы их уберем. Теперь маленький лайфхак. Это по желанию. Сразу говорю. Я добавлю щепотку соли. Ну, прямо вкус другой получается. Понимаете? Разрыхлитель. У меня здесь 20 грамм. Я возьму 10. Будет достаточно. Видите? Ну, где-то такая же половиночка осталась. Все. И добавим ванилина. Вы знаете, с ванилином не переборщите. Здесь у меня 2 грамма ванилина. Нам хватит 1 грамма. Вот. Видите, там осталось. Замешали, замешали. Вот так. Духовочку я уже включила разогревать. Посмотрите, какая консистенция получается. Вот именно такая жидкая нам и надо. Теперь берем форму. Любую. Можно разъемную. Можно не разъемную. А обычную. Смотрите. Буквально немного подсолнечного масла. Ну, где-то столовая ложка. Может, чуть меньше. Вот так размазываем ее. Видите? По донышку, по бокам. Выкладываем вот эту вкусняшку. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Если у вас большущая форма, тогда или немножко увеличите пропорции ингредиентов, если вы хотите побольше брауни, или тогда он у вас получится пониже. Ставим в духовку на 180 градусов на 30-35 минут. Но, конечно, смотрите по вашей духовке. В это время приготовим глазурь. Для этого в какую-то кастрюльку мы высыпаем 8 столовых ложек сахара. Вы можете взять больше. У меня будет не очень сладкий брауни. Если вы совсем сладкоежка, положите 12. Какао 4 столовые ложки. Такие прямо вот. Такие, видите? Прямо сверху я добавляю. Раз, два, три, четыре. Ух ты! Какао должно быть просто какао-порошок. Вот посмотрите. Обычный. Без всяких-всяких примесей. Без всяких ароматов. Ванилина, с добавлением сливок и еще не понять чего. Просто какао-порошок. Можно вот так немного перемешать. Добавляем сметанку. Тоже столовыми ложками. Вот, большущие такие. Раз, два, три, четыре. Размешиваем. Вы смотрите по вашему рецепту. Если вы увидите, что сметаны мало, но вот смотрите, видите, у меня, ну мало как-то этой сметаны. Как-то маловато. Можно добавить еще ложечку. Это зависит от того, насколько большой у вас был вершок в вашем какао. Вот, ложечку возьмем. Положили вы три ложки или четыре какао. Это все, все надо учитывать. И включаем огонь. Минутку где-то вот так поперемешиваем на огне. Я помешиваю практически все время, стараюсь не отходить, чтобы к донышку ничего не прилипало. Видите, оно пока еще густое, потому что еще прохладное. Старайтесь брать кастрюльку с толстым донышком. Не даем ему закипать. И пока не закипело, вот сюда в самом конце добавляем 50 грамм сливочного масла. Нам надо масло растопить. Смотрите, какая гладкая консистенция. Какое оно блестящее. Очень приятно. Практически мы сделали с вами растопленный шоколад. Теперь мы доводим его до появления буквально одного-двух первых пузырьков. И выключаем. Кипятить ни в коем случае не даем. Чем более горячим становится, тем более жидкая получается. Смотрите, как она уже легко стекает с ложечки. Видите? Такой теплой глазурью пропитаем теплый брауни. Посмотрите, что у нас получилось. Вы видите, какой красавец. Представляете, какой он там шоколадный-прешоколадный. Но надо его проверить. Смотрите, он очень высокий. Можно взять зубочисточку, а можно вот такую шпажку. Брауни должен слегка липнуть к шпажке внутри. Важный момент. Смотрите за вашим брауни. Не передержите его. 30-35 минут и доставайте. Он должен оставаться такой немножко слегка-слегка мокренький. Он тогда будет очень сочный. Вот я лопатком, видите, вот так прошлась по бортикам, чтобы там хорошо все отошло. И теперь что мы делаем? Я вот просто беру, видите, все, ничего не прилипло. Вот он еще тепленький. В принципе, посмотрите, какой он красивый. Его можно уже так и кушать. Он немножко напоминает кекс. Видите, какой он пышный. Его можно вот так разделить пополам. Смотрите, вы видите, какая красотища. Вот сюда намажем. Можете сюда добавить немного коньяка. Или рома. Будет такой у вас брауни тогда с алкоголем. Такой будет пикантный. Я вот так щедро добавляю. Если он у меня будет где-то вот так вот вылазить по бокам, я буду только рада. Оп! И сверху заливаем шоколадной глазурью. Так щедро, побольше. Пусть прямо так и стекает лениво. Такой шапочкой. Вы знаете, это даже можно просто смотреть и кушать глазами. Это настолько шоколадно. Смотрите, какой он пышный. Какой он высокий. Видите, как он прогибается? Я ножом режу. Вы видите, как он прогибается под ножом? Это он такой мягкий. Прямо дышит вот так вот. Вы видите, как это вкусно. Вот такой чудесный брауни получился. Смотрите, какой он мягкий. Как он прогибается. Вы можете украсить его по своему желанию. Супер шоколадный, с влажной текстурой. Хорошо пропитан шоколадным масляным кремом. Для настоящих ценителей шоколада. Обязательно попробуйте такой шоколадный-шоколадный брауни. Это очень вкусно. Ставьте мне лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Пока-пока.